10 лет золотой победе. В 2006 году команда «Текстильщик Телеком» неожиданно для всех болельщиков, футбольных специалистов и самих себя заняла первое место в зоне «Запад» и вышла в первый дивизион. В честь юбилея на стадионе «Локомотив» прошла дружеская встреча игроков и тренеров ТТ. Футболисты вспоминают, что победа тогда далась очень нелегко. Были проблемы и с финансированием, и с подготовкой к этому сезону. Мы на сборы не ездили, тренировались всю зиму в парке Степаново и на заснеженных полях на стадионе «Текстильщик». То есть, в принципе, практически без всякой подготовки, только своими воспитанниками ивановского футбола. И плюс еще Владимир Читая у нас был один из приезжих. Победный сезон 2006 года прозвали «Золотым». Ивановским футболистам удалось поставить несколько рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. «Красно-черные» провели 9 выездных матчей подряд без поражений. 862 минуты длилась рекордная за всю историю команды сухая серия без пропущенных голов. Нападающий ТТ Михаил Захаров тогда стал лучшим бомбардиром команды 2006 года. Ему удалось забить по ходу сезона 12 голов. Когда выиграли, конечно, все рады, счастливы. И оказалось, для меня лично это самая большая победа, потому что это самый высокий результат, который в карьере я достиг все-таки оказался. Бусторонняя товарищеская встреча закончилась победой красных над белыми со счетом 4-2. Но исход в этом матче не самое главное. Важно помнить славную историю футбольного клуба во имя будущих побед, которых так ждут болельщики. Нынешний состав текстильщика занимает седьмое место, хотя условия у команды гораздо лучше, чем 10 лет назад. Красно-черные неоднократно становились призерами зоны Запад, но дотянуться до первого места так пока и не получилось. Любовь Почернику, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.